Турецкий язык. Урок номер 10. Личные местоимения и личные аффиксы. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим личные местоимения и личные аффиксы в турецком языке. Давайте начнем с личных местоимений. Единственное число. Ben, я, sen, ты, o. Что обозначает он, она или оно? Так как в турецком языке нет мужского, женского рода, у нас всегда третье лицо одинаково, это o. Множественное число. Biz, мы. Siz, вы. И on, наш, они. Личные аффиксы в турецком языке указывают на лицо и число подлежащего, и эти аффиксы нужно обязательно применять к всем словам, которые относятся к кому или чему-либо. В русском языке мы можем сказать так, я доктор. Из предложения будет понятно, что этим доктором являюсь я, потому что местоимение указывает на меня, то есть я доктор. Но если мы скажем просто доктор, то не будет понятно о ком речь, обо мне, о тебе или о нем. Но в турецком языке все наоборот. Когда мы говорим я доктор, ben, doctorum, мы используем местоимение я, ben, а также к слову доктор, доктор. Добавляем личный аффикс, который указывает на первое лицо единственного числа и получаем докторум. Вот здесь как раз ум, это аффикс первого лица единственного числа, который обозначает, что я есть этим доктором. Значит, использую слово вместе с личным аффиксом, мы без местоимения понимаем о ком идет речь. Рассмотрим все личные аффиксы. Личный аффикс первого лица единственного числа для местоимения ben. У нас есть четыре варианта аффикса. Как вы знаете, аффиксы мы присоединяем по принципу гармонии гласных. Я здесь уже не буду повторять. Просто скажу, что у нас четыре варианта аффикса. Им, им, ум и им. И еще, как вы видите в скобочках, это гласная е. Она здесь является соединительной гласной. Так как в турецком языке две гласные не могут быть рядом, то есть они не могут соединяться просто. Обязательно, если аффикс начинается с гласной буквы, а слово заканчивается гласной буквой, то используется соединительная буква. Это бывает буква е, буква не и буква се. В данном случае у нас используется буква е. Если последний слог начается на гласную, например, используем им. Если на согласную, то используем им. Рассмотрим несколько примеров. Ben ukrainaleim. Я украинец. Слово ukrainale заканчивается на гласную, поэтому добавляем аффикс им. Ben ukrainaleim. Я украинец. Если мы это скажем слово без ben, без местоимения, просто ukrainaleim. Это тоже будет обозначать я украинец, так как здесь личный аффикс им указывает на то, что это слово относится к первому лицу единственного числа. Дальше. Ben erengeim. Я ученик. Здесь тоже слово у нас, erenge, заканчивается на гласную букву i, и используем соответствующий аффикс им. Ben erengeim. Ben rusum. Я русский. Rus заканчивается на согласную, поэтому используем аффикс без соединительных частиц. Ben rusum. Я русский. Ben turkum. Я turak. Второе лицо единственного числа, местоимение sen, и аффиксы у нас. Четыре варианта аффикса sen, 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 sen и sen. Примеры рассмотрим. Sen shishman sen. Ты толстый. Sen zenginsen. Ты богатый. Мы не можем сказать просто sen zengin. Это будет неправильно грамматически. Мы должны обязательно использовать аффикс, который соответствовать будет второму лицу. Единственное число. Sen mutlusun. Ты счастливый. Sen yuclusun. Ты сильный. Я специально взял все четыре варианта аффиксов, которые у нас бывают. Когда слово заканчивается на твердую, некруглую гласную, мягкую, некруглую гласную, твердую, круглую гласную, мягкую гласную. В зависимости от этого мы используем правильный аффикс. Третье лицо единственное число. О местоимение. И у нас аффиксы. Дыр, дир, дур, дыр. Они сейчас в скобочках. Почему? Потому что можно использовать эти аффиксы так же, как можно их и не использовать. В третьем лице, в принципе, мы можем использовать без аффикса. И в разговорной речи очень часто не используются вот эти вот аффиксы дыр, дир, дур, дыр. И я предпочитаю в разговоре не использовать их. В дальнейших уроках я более подробно рассмотрю именно аффикс дыр, дир, дур, дыр. Для того, чтобы у вас была более ясная картина, когда надо использовать или предпочтительно использовать, когда его не надо использовать. Но я здесь показал вам и такой, и такой вариант, чтобы вы понимали, что можно использовать и так, и так. Также вы знаете, что когда аффикс у нас дыр, дир, он используется, если слово заканчивается на звонкую согласную. Если у нас будет глухая согласная, то у нас аффикс из дыр, дыр, дур, дыр перейдет в аффикс тыр, тыр, тур и тюр. Например, о-бе-яз-дыр, он белый, кумаш, ладжи-верт-тир, ткань синяя. Здесь ладжи-верт заканчивается на глухую тэ, поэтому у нас аффикс из дыр превращается в тир. Например, араба-кырмызы, машина красная, то есть та машина красная, машина, которой мы называемся в третьем лице, и можно использовать просто и вообще без аффикса. Или я-прак-я-щиль, лист зеленый. Дальше переходим к множественному числу. Первое лицо, к местоимению без аффикс у нас из-из-уз-юз, и если слово заканчивается на гласную, то из-из, юз-юз. Например, без-сав-джи-из, мы прокуроры. Слово закончилось у нас на гласную-ы, сав-джи, поэтому мы использовали аффикс соединительной буквой-е. Биз-сав-джи-из, мы прокуроры. Биз-терзи-из, мы швеи. Биз-докторус, мы врачи. Биз-мюдюрюс, мы директора. Я еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что личные аффиксы являются безударными аффиксами, и ударение у нас падает не на аффикс, а на последний слог слова, который идет перед аффиксом. Например, без-докторус, не без-докторус, а без-докторус, а последний слог, слово перед аффиксом. Второе лицо, множество числа, местоимения сиз и аффиксы у нас с-ы-ны-с, с-и-ни-с, с-у-ну-с, с-у-ну-с. Например, сиз-яваш-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с Точно так же здесь частицы, как и в единственном числе третьем лице. Можно использовать с дырш, 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 а можно использовать без них. Я здесь дал вам два варианта, что можно использовать и так, и так, как я обещал в дальнейшем. В других уроках я рассмотрю более подробно, как правильно использовать и как правильно различать. Сейчас возьмем несколько примеров, посмотрим. Он наш авукат ларш, они адвокаты. Он наш эуретмен дырш, так как у нас эуретмен заканчивается на мягкую, не круглую, то мы используем дырш, лэрш. Он наш пилот тур ларш, они пилоты. Слово пилот заканчивается на глухую букву согласную, поэтому аффикс, который дырш, ларш, мы должны были поставить, превратился в тур ларш. Он наш пилот тур ларш. Они пилоты. И он наш эуретмен дырш. Он наш эуретмен дырш. Они известности. Ну вот у нас получается такая табличка, если мы возьмем личные местоимения, личные аффиксы, плюс гармонию гласных букв, то у нас получаются четыре колонки. Первая – это аффиксы, которые мы используем, когда слово заканчивается на твердую, не круглую, гласную, а или и. Вторая колонка, если слог у нас заканчивается на мягкую, не круглую, гласную, а или и. Третья колонка – круглая, твердая, а или у. И круглая, мягкая, гласная, а или и. Последняя колонка. И вот у нас здесь есть все аффиксы. Если как шпаргалку кому-то надо будет, я ссылку ниже видео поставлю, для того, чтобы вы могли скачать себе вот такую таблицу. Теперь посмотрим, как создаем отрицательную форму. Отрицательная форма, как вы знаете, образуется при помощи отрицательной частицы «deil», что в русском не переводится. И личный аффикс присоединяется к слову «deil». Вот это нужно здесь запомнить, что наши личные аффиксы, они перейдут за словом «deil», так как оно ставится после прилагательного или существительного. Например, «ben doctorum» – «я доктор». Для того, чтобы сказать, что «я не доктор», мы должны поставить отрицательную частицу «deil» после слова «доктор». По этому правилу мы к слову «deil» подсоединяем личный аффикс «in» и получаем «ben doctor dealim» – «я не доктор». То есть, вот здесь мы не говорим «ben doctorum deal». Это будет грамматически неправильно. Наш аффикс переместился просто за слово «deil» и получаем «ben doctor dealim». «Я не доктор». Например, «sen litvanyalysin» – «ты литовец». «Litvanyalysin» – «sen litvanyalysin» – «deilsin». Аффикс второго лица единственного числа «sin» перешел из слова «litvanyalysin» и за слово «deil» получилось «sen litvanyalysin». «Ты не литовец». «О мюэндистис». «Он инженер». «О мюэндис деильдиш». «Он не инженер». «Бис хызлыис». «Мы быстрые» или «быстры». Отрицательную форму «бис хызлы деилис». Опять же, здесь личный аффикс. За слово «deil» переносим, получаем «бис хызлы деилис». «Мы небыстры» или «мы небыстрые». «Сис гюзельсинс» – «вы красивые». «Сис гюзель деильсинс» – «вы некрасивые». «Он наш ищилер» – «они рабочие». «Он наш ищи деилер» – «они нерабочие». Так как в отрицательной форме у нас всегда последнее слово будет отрицательная частица «deil», то в отрицательной форме у нас всегда будет только один вариант аффиксов. У нас не будет по гармонии гласных четыре варианта, так как слово «deil» заканчивается на мягкую гласную, некруглую, и то всегда будут использоваться слова «deilim», «бен деилем», «сен» – «деильсин», «о» – «деиль» или «деильдир», «бис деилис», «сис деильсинс» и «он наш» – «деиллер» или «деильдирлер». Вопросительная форма. Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы аффикса «me, mi, mu, mu», который имеет четыре варианта. Это мы проходили на предыдущих уроках. И личный аффикс присоединяется к вопросительной частице аффиксу. То есть вы должны понимать, что личный аффикс всегда присоединяется в самом конце. Если у нас есть отрицательная частица, значит присоединяем к ней. Если у нас есть вопросительная частица, то же присоединяем к ней. И получаем, например, «ben, доктор, mu, mu» – «я доктор». Мы должны смотреть на гармонию гласных, и у нас изменяется как вопросительная частица «me, mi, mu, mu» по гармонии гласных, так и аффикс, который присоединяется к этой вопросительной частице. Вот здесь вам нужно обратить внимание на множественное число третье лицо, потому что вот здесь у нас как бы есть исключение. Мы здесь ставим личный аффикс «ler» не после вопросительной частицы «mi», а мы вместе с словом присоединяем к слову и потом только частицу «mi». Не «onnar» ищи «mi, ler», а «onnar» ищи «ler», «mi». Вот это единственное исключение, которое вам нужно будет запомнить. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok